Ва-Эт-Ханан Ва-Эт-Ханан, одно слово Ва-Эт-Ханан Дворим, или второзаконие, как мы говорили С 3 главы 23 стиха По 7 главу 11 стих И Гафтара, пророк Исаия 40 глава, с 1 по 26 стих Итак Говорит дальше Маше Ва-Эт-Ханан, Эт-Хашем Ба-Эт-Гагу-Ле-Мор И Молился я Богу в то время, говоря Видите Здесь не просто он молился, как мы говорили Твила молитва, да Ва-Эт-Ханан, то есть что? Просил милости, хана Я просил у Бога милости И дальше говорится, что говорил Маше Господь Бог, Ты начал показывать рабу Твоему, величие Твою и мощную руку Твою Кто же тот всесильный на небе, на земле, который совершил бы подобное деяниям Твоим и свершения Твоим? Дай мне перейти и увижу я эту хорошую страну по ту сторону Иордана, прекрасные эти горы и Ливан Но разливался Бог на меня из-за вас И не слушал меня И сказал мне, Бог Полно Тебе, не говори мне больше об этом Зайди на вершину Пизги И взгляни На запад, на север, на юг И на восток И посмотри Глазами Твоими Ибо не перейдешь Ты этот Иордан Пизга Это, как сказать, хороший вид Или пейзаж Отсюда похоже? То есть гора, с которой открывается хороший пейзаж Хороший вид На юг, на восток И посмотри глазам своим Ибо не перейдешь ты этот Иордан И дай повеление Егошу И укрепи его И утверди его Ибо он станет во главе народа этого Даже тут не сказано Народа Твоего Или народа моего А народа какого? Этого Это очень интересно Иметь вот такие тонкости Замечать, да? Иногда Еврею Бог называет своим народом Иногда Моисей говорит Это Твой народ Да? А здесь он говорит Народ этот Народ этот Да И он завоюет Для них Страну, которую ты увидишь И остались мы в долине напротив Бейт Пеора И опять Где находился? Где долина находилась? В доме В доме Пеора В доме Бога Пеора Помните? Бога разврата Бога порнографии И после того, как согрешил этот народ С Баал Пеором Он стал не народом Моше Не народом Бога Каким? Этот народ Просто всего лишь навсего Этот народ Я эту главу так назвал Первый отказник Кто такой отказник? Тем, которым отказано было Переезжать в Израиль И самым первым отказником Кто был? Моше И хотя Моше приводит много доводов То Бог не соглашается То есть, видите, как интересно Когда четко Бог ответил Моисею нет Ответил Моисею нет Кроме того Проблемы Моисея Эта глава для нас важна Еще следующее Что здесь повторяется опять Десяти слов То есть, десять речений Как мы говорим То же самое, что было У нас в начале В исходе, в двадцатой главе То же самое повторяется Здесь, в пятой главе И рассказывается также Молитва «Шма Исраиль» Это шестая глава С четвертый по девятый стих Хорошо И мы видим Что Моисею не было дозволено Вступить в Эрец Кнаан И он стал таким первым Отказником Но отказник По слову Божьему По слову Божьему И какая же причина этого отказа? Мы уже говорили Ибо грех Моисея Либо он говорит Из-за вас этот грех Произошел То есть, это связано И с грехом Разведчиков Но еще есть такое мнение Что место пастыря С его стадом И то стадо Которое возил Моисей Оно где оказалось? В земле, да? И Моисея должен был Оказаться в месте Своего стада И приложился он К народу Что? Своему И приложился он К народу Своему И Есть Такие Интересные вещи Что Моисей Спрашивает Чей же он Хуже Иосифа Чьи останки Сыны Израиля Несут с собой Ханаан И звучит резкий Ответ Иосиф С гордостью Заявлял внешнему виду О принадлежности К своему народу И к своей земле Поэтому заслужил Быть там погребенным А где погребен Моисей? Мы не знаем Да? Но где-то за пределами Израиля Да Итак Видите интересно Что Иосиф Не скрывал свое еврейство Помните Жена Патифара Говорит Смотрите Вот он привел к нам Еврея И Иосиф Ей ни словом Не возражает И даже фараону Он объявляет Что он еврей Ибо я украден Из земли евреев Да? Моисей же промолчал Когда дочери Его будущая Тестя Итро Сообщили отцу Что некий египтянин Защитил их Как пастухов И как говорит Медраж Похоже Он ничего не имел Против Чтобы предстать В глазах юных дам Благородным Египетским принцем Мечтой каждой девушки Да? Вот Может быть Еще Из-за этого Так или иначе Но Если мы говорим Что из-за этого Это очень напоминает Нам Матфея Десятая глава Тридцать второй Тридцать третий стих Всякого Кто исповедует Меня перед людьми Того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным А кто отречется От меня перед людьми Отрекусь от того Я перед Отцом Моим Небесным А также Есть еще Очень интересно Что перекликается С Новым Заветом Что Услышав То что говорил Маше Бог Сказал Пусть погибнет Маше Но не пострадает Даже но хоть Кого-либо Из народа Сего Видите Интересно А что было сказано Что говорили Во время суда Один из первосвященников Да Помните Пусть погибнет Один человек За весь народ За весь народ И По Авторе Которое считается В это время Эта суббота Называется Шаббат Нахаму Девятая ава Вы знаете Это сейчас тяжелое время Да И после девятого ава Бог дает Человеку Утешение Нахаму Нахаму Ами То есть Утешайся Утешайся Народ мой Или утешайте Утешайте Народ мой Можно и так И так перевести То есть Это суббота Утешения И Основная идея Гафтары Это приход Машиаха Во многих местах Танаха Пишет Рав Ицхак Зильвер Говорится о том Что еврейский народ Ждет Счастливое И благополучное Будущее И все пророки Присказывают Времена Когда народу Всевышнего Будет сопутствовать Всяческое процветание И духовное И экономическое И политическое И вся жизнь Будет мирной Независимой И достойной Когда схватятся Десять человек Из всех разноязычных народов И будут держаться За полуиудеи Говоря Пойдем с нами Ибо слышали мы Что с вами Бог Это Захария 8 дробь 23 А какое это время А вы знаете Что интересно Что по статистике В мессианских Еврейских Общинах Евреи Составляют Как раз Одну Десятую часть То есть Да И даже Будет меньше Посчитать Если Десять человек Хватаются За пол Евреи Это меня Утешает С одной стороны Я думал Почему у нас Так мало Евреев Может мы Какую-то ошибку Допускаем А с другой стороны Я подумал Ага Раз такая статистика Значит так Она и должна быть Как сказал Пророк Захарий Правда Хорошо И сказано Вторе Значит Будет Когда Исполнятся Все слова Про своение И проклятие Которые Обещал тебе Возвратишься ты Всем сердцем Своим Среды Всех народов Куда забросил тебя Господь Бог мой И вернешься Господу Богу твоему И будешь Слушаться Это Дворим 30 глава И тогда Бог что Соберет Из всех народов Из которых Рассеял тебя Господь Бог Твой Тот Кто Рассеял Израиль Он что Сделает Векибуцин Соберет И в кибуцы Векибуцин Да И Кибуц Тоже Значит Соберет В кибуцы Буквально Соберет Истребил Господь Бог А как А как А как же Говорить О Новом Завете Как вы Думаете Это Прибавление К Торе Это Тоже Самое Тор В том То И дело Что Ишо Говорит Не думайте Что Я Пришел Нарушить Закон Тор И Пророк Не Нарушить Исполнить Исполнить Значит Уже Все Отменить Там Не стоит Слово Отменить Гамар Слово Исполнять Это значит Восполнять Тот Недостаток И сделать Его Абсолютно Совершенным Это Тора Была Хорошей Маленькое Маленькое Было Что То Да Потому Что Закон Торы Был Хорош Духовен Но Он Не мог Человека До Совершенства Из-за чего Из-за Сердца Нашего Несовершенного И Поэтому Ешуа Он Не Дает Какие-то Новые Законы Я говорю Что Единственное Место Где сказано Новую Заповедь Даю Вам Говорится Заповеди Любви Да Но Это Оказывается Тот же Иоанн Говорит Не Новая Заповедь А Старая Заповедь Известная Вам С самого Начала Да Но Только Более Подчеркнуто Любите Друг друга Да Как Я Возлюбил Вас То есть Это Более Высокая Заповедь Но Все Эти Заповеди Оказывается Остаются Те же Самые И Когда Говорится О Новом Завете Пророка Иеремии Да Наступают Дни Когда Я заключусь Домом Израиля И Домом Иуды Новый Завет Самое Интересное Что Дом Израиля В это Время Уже Был Рассеян Да И Дом Израиля В это Время Не Вернулся И до Сих пор Мы можем Гадать Мы Думаем О разных Племенах О разных Народах И не знаем Но Чудесным Образом Маше Соберет Все И Дается Видите Можно сказать Как Евреям Так и Те Которые Дома Израиля Находятся Так и Не Евреям То есть Ну Первую Очередь Это Дом Израиля Дома Иуды Не Говорится Что Бог Дает Не Евреям Да Вот Закончился Новый Завет Поэтому Новый Завет Опять-таки Дома Израиля И Дома Иуды И Римлян 10 Там Сказано Что Что Это Сделано Как Для Еврея По Обещанию Да А для Не Еврея Как Из Милости Чтобы Славили Бога Да Поэтому Новый Завет Это не Есть Добавление Да Вот Как Торик Чего-либо Это Есть То же Самое Естественное Разлитие Торы Это Можно Сказать Исполнение Торы Да Ибо Ишуа Пришел Что Сделать Исполнить Закон Или Тору Да И когда Мы Говорим О Новом Завете Мы Должны Говорить О Завете Крови Ишуа А Заповеди Торы Это Что Это Есть Толкование Да И применение В условиях Завета Крови Ишуа Но Каких-то Других Особых Заповедей Те же Самые Заповеди Если Некоторые Вот Вы Дам Тета А Я Вам Делаю То То Здесь Идет Полемика Просто С фарисеями Да Которые Некоторые Вещи Неправильно Понимали А если Правильно Понимали То и Неправильно Делали Правда Вот Здесь Говорится Совершенно О Другом И Тора Она была Есть И будет И всегда Если кто-то Говорит Что еще Какой-то Новый Завет Прибавляет Или еще Какие-то Выдумки Или еще Какой-то Тору Дает То что Не Верьте Ему Не Верьте Ему Что же Говорит О Мессии Интересно Сказано Он Сделает Тору Более Применительной И Машиах Пояснит Нам Тору Так Говорят Мудрецы Израиля Итак Что сделал Еще Он Сделал Тору Применительной Да Применительной Реальной К исполнению Ибо Раньше Закон Имел Определенную Слабость Он был Хороший Да Но Слабость Это Не в самом Законе Была Поэтому Сказано Что закон Довел До совершенства Но Не сказано Что закон Несовершенный Был Правда Потому что Совершенство И совершенный Закон В Ешуа Мессии Но Другой Ли это Закон Тоже Закон И Павел Говорит Закон Благ Закон Духовен А вся Проблема Во мне И только Ешуа Мессия Дает Выход Из этого Положения Поэтому Может быть Для кого-то Из христиан Это Покажется Ересью Да Но Мы должны Понимать Просто Люди Которые Оторваны От еврейских Корней И оторваны От Торы Им просто Нужно Объяснить Что Тора Она жива И действована Да Учение Моисея Жива И действована Потому что Она что Верна Да Хорошо А Хорошо И В конце Откровения Тоже Сказано Тоже Близко К этому Что мы Говорили Сейчас В Голове Баэтхана А я И я Свидетельствую Всякому Слышащего Слова Пророчества Книги Сей Говорится ли Это только Об Откровении Я думаю Что это Говорится О всем Танахе Правда Кто приложит Что к ним На того Наложит Бог Язвы Которых Написано В книге Сей А кто Отнимет Что Из Книги Пророчества Это Отнимется Участие В книге Жизни И Святом Граде Второзаконие Пятая Глава Говорит Так же Господь Бог Наш Поставил С нами Завет На Хариве Не С отцами Нашими Поставил Господь Завет Сей Но С нами Который Здесь Сегодня Все Живы Итак У Бога Что Все Живы И Отцы И Дети Они Являются Что Да Они Являются Непрерывной Цепью Поколения И И С Отцами Вашими Хотя И С Отцами Получается Но С вами Самими И Поэтому Для Каждого Нового Поколения Тора Она Заключает Завет Так Как Будто Мы Мы Сами Были В этом Месте На Горе Синай Каждый Как Принимает Жертву И Шо Каждый Может Побывать На Голгофе Правда Может И Должен Побывать На Голгофе Хорошо И Второзаконие Шестая Глава Говорит Да Шма Исраэль И да Будут Слова Эти Которые Я Заповедую Тебе Сегодня В сердце Твоем И Внушай Их Детям Твоим И Говори О них Сидя В доме Твоем И Идя Дорогой И Ложась И Вставая И Навяжи Их Знак На Руку Твою И Да Будут Они Повязкой Над Глазами Твоими И Напиши Их На Косяках Дома Твоего И На Воротах Твоих Мезуза Вы Помните Это Означает Косяк Двери Поэтому Ортодоциальные Евреи Повязывают Филин На Лог И На Руку Да И Мезуза Есть Но Здесь Говорится Не Только Об Этом Здесь Говорится Что Тора Должна Быть Где В Сердце В Сердце Нашем Да Вот Почему-то Евреи До этого Не Нашли Потому Что Один Пророков Сказал И Навяжи Их Повязкой На Грудь Свою Получается Мини Бикини Аля Тора Но Артодоксальные Евреи Почему-то Это Не Делают Но Тора Должна Быть Где В Разуме Нашем Да В Руке Действия Нашем И Где Сердце Нашем И В Сердце Нашем Хорошо Из Классических Комментарий Значит Тот Кто Добавляет Да Тот Добавляет Личного Личнего В результате Теряет Значит Реформаторы Торы И все Идеологи Различных Консервативных И реформистских И других Иудеизма Которые Пытаются Уменьшить Заповеди Или Наоборот Ортодоксальные Евреи Которые Превращают Саму Ограду В заповедь Они что Одни Убавляют А другие Что Добавляют И оба Совершают Грех Потому что Тора Она живая И она Действенная И во времена Когда был Маше И сейчас Шма Исраэль Вы знаете Что Очень много Молитв Которые Даны И говорят Молитесь Так А вы Молитва Это какая Шма Исраэль Есть Благословение Кагенов И в Новом Завете Ишуа Дает Пример Молитвы Хотя Это Не Есть Опять Так Новая Молитва Как Некоторые Думают Отче Наш А это Какая Молитва Еврейская Амеда Амеда Причем Молитва Составленная По Правилам Да По Правилам Когда Именно Допускалось Так По Правилам Сокращения Сокращенной Амеды Итак Шма Израэль Значит Это Интересно Что Все Молитвы Обычно Идут Откуда От Человеку К Богу Да Типа Слушай Господь Да А здесь Шма Израэль Слушай Израэль Поэтому Совсем Молитва Это Скорее Исповедание Веры И я говорю Что по сути Это Ну Может быть Разве Еще Вот 13 Атрибутов Божественного Милосердия Она Тоже В какой-то Мере Повторяет Шма Израэль Потому Что Бог Тоже Представляется Как Троичный Да Является Ну Что Можно Сказать Теологией Поэтому Я против Слова Теология Да Я Говорю Богопознание Да А Всякие Логии Это Греческие Вещи Неплохо Это знать Да Но Когда Теология Становится Своим Богом То Тут Возникает Очень Масса Прогреп Теология Логос Нет Оно Мне Чем-то Напоминает Гинекологию Проктологию Это Слово Логия Да А Бога Бога Нельзя Логически Познать Вы Понимаете И Всякие Попытки Эти Теологи Это Безбожники Теологи Это Безбожники Они Бога Да Что Они Делают Разделяют На части Расчленяют Да И Перед Нами Остается Мертвый Труп Того Что Мы Считаем Богом А познание Бога Это Совершенно Другое И Вот Молитва Шма Исраэль Да Это Единственная Теологическая Молитва Здесь Говорится Шма Исраэль Адонай Элагейну Адонай Эхад И Как Бог Говорит Как Троичный Да Видите Шма Слушай Прислушайся А также означает Постарайся Пойми Помните Мы говорили Что Иврите Слушай Это Не пассивное Действие А активное Я думаю Что Человеку Можно Понять Бога В той Мере Как Он Ему Открывается Абсолютное Познание Бога Возможно Только Абсолютным Богом Правда Абсолютом Мы не Достигнем Но Это И не Надо То Насколько Нам Нужно Нам Дано Было Бы Желание Понять Израиль Говорится Не только Каждый Еврей В Отдельности Да И Весь Еврейский Народ То Мы Все Израиль Как Один Человек Слушай Израиль Не сказано Слушайте Израильтяне Слушайте Евреи Каждый Сам По Себе Мы Все Как Один И Господь Бог Адонай Элагейну Адонай Эхад Должно Произноситься На Одно Дыхание Адонай Раз Элагейну Бог Наш Если Мы Говорим Адонай Здесь Употреблено Какое Непроизносимое Четырехбуховное Слово Да Элагейну Бог Наш И кто Адонай И он Что Эхад И это Все Надо Произносить На Одном Дыхании Господь Бог Наш Господь Един Есть Хорошо И это Указание На Триединство Бога И Дальше Идет Сугубо Практические Вещи А если Бог Такой То что Делай Возлюби Господа Бога Твоего Да Опять Как сказано Всем Сердцем Твоим Значит Любовь С чего Начинается Сердце Не сказано Возлюби Разумом Возлюби Пониманием Да Разум Тоже Нужен Для понимания Бога Нужно Сердце Да Да Значит Дальше Всей Своей Душой Да И Всем Своим Достоянием И здесь Мы говорим О Да Ме О Деха Всем Множеством Своим Тут Крепостью Достоянием Можно быть Различный Перевод И так Мы говорим Сердце Это Духом Да Навшиха Душою Своим Да А мы Телом Тоже Можем Любить Бога И Телом И всем Чем Мы Владеем И мы Должны Возлюбить Бога Нашей Работы Возлюбить Бога Нашим Домом Возлюбить Бога Нашими Детьми Да И так И так Далее То есть Значит Возлюби Бога Всем сердцем Твоим Всей Душой И говорят Всеми Силами Твоими Переводят Но Ме О Д Ха Ме О Означает Много Много Чего Много Твоего Много Твоего И навяжи Их знак На руку Твою И они Будут Филин Меж Глазами Твоими Видите Некоторые Говорят Что Мол Говорится Что Каждому Будут Чип Вживлять В руку И так Далее Но Я думаю Не об этом Говорит Тора Не об этом Говорит Новый Завет Если Тебя Чип Какой-то Вживят А ты Друг Не знал И Некоторые Говорят Вот Уже Нельзя Покупать Молоко Детям Нельзя Покупать Потому Что На нем Стоит Эта Штука Полосатая И там Вроде Шесть Шестерок Есть Да Один Православный Батюшка Так Женщину Довел До Самоубийства Да Она Значит Что-то Там Покупала А он Сказал Значит Вот Ты Покупаешь С этими Штуками Ты Уже Продалась А дьяволу Она Взяла И Повесилась Представляете Так Не об этом Говорит Тора Шестьсот 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 Мы знаем Упоминается Это что Это богатство Золото Да И имя Антихриста Оно Будет В разуме Человека И в делах Человека Вот А эти Все чипы Ну Поживем Увидим Но я считаю Что не об этом Говорит Не надо Заменять Духовное Физическим Правда Итак Возлюби Всем сердцем Своим Да Всей Душой Твоей И всем Чем Ты Владеешь То есть Всем Физическим Что есть У тебя Хорошо Интересно Значит Навяжи Навяжи Зверх Зверх Глази Раши Приводит Мнение Акивы Потому что Акива Говорит 2 плюс 2 Как известно 4 И Действительно 4 есть Отделения В В головном Тфилине Да И там 4 вещи И В переводе Помните Мы говорим Такое Парадоксальное Что плохими Оказывается Чертами Характера Можно Служить Богу Да Оказывается Что же Можно Но если Ты их Направляешь Единственное Качество Которое Нельзя Служить Богу Это Гордость И надменность Это Единственное Качество Вот Если Ты человек Сильный Если Ты человек Спыльчивый Ты можешь Быть Пламенным Допустим Агитатором Если Ты человек Упрямый Вот Вроде Меня Но Упрямство Оно Переходит В упорство Я уже Если Какую-то Проблему Начинаю Обсасывать Так Я Пока Не Обсасу Со всех Сторон Как Собака Костя Не Обладаю То Я Не Отсыплюсь Иногда Мне Какую-то Фразу Скажут А Я Потом Через Неделя К вам Возвращаюсь И Точно Начинаю С Хорошо Десять заповедей Мы не будем Перечислять Полностью Вы их уже Немножко Знаете Но Я еще раз Напомню Значит Первая заповедь Видите Первая заповедь Она говорит О Боге Бог Это Личность Вот Поэтому Так Трудно Быть Христианином Обычному Человеку Легче Если Бог Нечто Безмерное И Неопределенное А также Легче Если Бог Известная Сумма Законов И Правил И Чтобы Угодить Ему Достаточно Придерживаться Установленного Списка Но Поскольку Бог Личность Он Требует От нас Непризнания Своего Наличия И Не нуждается В исполнении Правил Он Ничего Не требует И Ни в чем Не нуждается И Нет Закона Согласно Которому Можно Находиться В общении Бога Кроме Закона Любви Что Бог Личность Да И Очень Легко Выполнять Какие-либо Заповеди Или Законы Или Правила Или Представлять Бога Как Какое-то Определенное Сумму Законов Или Правил Или Какую-то Абстрактную Такую Вот Силу Да Но Поскольку Бог Личность Записывайте Я диктую Но Поскольку Бог Личность Он Требует От нас Непризнания Своего Наличия Признания Наличия Бога Ничего Не означает Да Непризнание Своего Наличия И не нуждается В исполнении Правил Он Ничего Не требует И ни в чем Не нуждается Нет Закона Согласно Которому Можно находиться В общении Богом Кроме Закона Любви Хорошая Формулировка Хорошая Формулировка Помните Что Исполнение Все эти Заповеди Оно Не Богу Нужно А кому Нужно Нам Да Для того Чтобы формировать На самом начале Божий характер Чтобы быть подобными Богу Чтобы смиряться Но Это абсолютно Постишься ты Или не постишься Для Бога Это абсолютно Все равно Но если ты Постишься И приобретаешь Смирение Это Для Бога Ценно Да Если Ты Даешь Или не Даешь Ты бедному Тоже Для Бога Все равно Не ты Дашь бедного Он найдет Другого Человека Которого Этого Бедного Накормит Правда И Хорошо Это Это Говорит О чем Об этом мире Чтоб тебе Было Хорошо Говорит И об этом Мире И о мире Грядущем Потому что Опять-таки В поучении Отцов Перке А вот Сказано За следующее Действие Человек Получает Плоды То есть Как бы Проценты На этом Свете А основное Он получит На том Свете Почитание Отца И матери Добрые Действия И поступки По отношению К людям И примирение Между Людьми Итак Чтоб Продлились Дни твои И чтоб Тебе Было Хорошо Надо Учитывать И этот И Грядущий Мир Раби Авраам Ив Эзра Пишет Что Если В народе Будут Уважать Родителей То Народ Этот Не Узнает Галута И Действительно Одна из Причин Иззнания Нашего Народа И страны Пророк Ихескель 22 глава 7 стих Говорит К отцу И матери Относились Пренебрежительно И вы знаете Как мат Вот эти Все Матерные Выражения Как они Отрицательно Сказываются В той земле Где Это Происходит Помните Я вам Говорил Что Это одно Из самых Сережных Проклятий Да Ну Типа Хорошо Раби Яков Кранц Из Дубна Пишет Чтобы Продлились Твои Дни Мы понимаем Это как Долголетие Но он Говорит Чтобы Эти слова Следует Понимать Чтобы Удлинился День Чтобы Продлились Твои Дни Но Можно Понимать Как говорит Раби Яков Кранц Из Дубна Чтобы Удлинился День То есть Вместо 24 Сутки Ты будешь Иметь 26-27 Часов И все Казалось бы Что ты не успел Ты успеешь Да Чтобы успеть Нам мало 24 часов Но если ты будешь Уважать родителей Оказывается Твой день Продлится Вот заметьте Какие короткие Дни становятся С возрастом Молодости Длинные Все Короче Короче И вот так Пройдет день И ничего не успел Сделать Поел Пошел на работу Пообедал Ничего не сделал И проходит так День за днем А бывает В один день Успел сделать Столько Сколько За 3-4 дня Поэтому Следует Почитать Родителей Говорит Этот Раби Чтобы Девиз Дни Твои Чтобы Ты успел Много Сделать И этим Тебя Бог Вознаграждает Десятая Заповедь Говорит Ло Тахмуд Не домогайся Да Не домогайся Или Не пожелай И опять Мы встречаемся С этим словом Хэмда Помните Мы говорили Есть просто Желание Родца Родца А есть Хэмда Желание Сердца Которое Иногда Переводится Как Страсть И мы уже Говорили Какие страсти Надо умешать Эмоции Свои Нет Еще раз Да Страсти То что может Овладеть Нами Да Поэтому Страсть Здесь говорится Это конкретно Заповедь Против Зависти Да Можно было Сказать Перевести Не завидуй Не домогайся Не стремись Да Пусть это Не будет Твоей страстью И Здесь говорится Рамбам Так Говорит В законах О грабеже И пропаже Что это значит Всякий Кто домогается Раба Или рабы Не принадлежит Другому Или дома Или вещей Всего Что можно купить Посылает К нему Приятелей Огваривает Его И в конце Концов Приобретает Эту вещь Хотя И уплатил Он за нее Большие деньги Он нарушил Запрет Не домогайся Видите Казалось бы Человек Законно Приобрел Да Вот мне Очень нравится Этот дом Вот именно Этот дом И я даю За него 50 60 Тысячи Да Тысяч Миллион А чтобы только Продать Вроде бы Я правильно поступил Я этому человеку Дал много денег С другой стороны Да Я домогался То есть уже Нарушил Да Зависть Правильно Зависть и зависимость Совершенно верно Это однокоренные Слова Потому что Это овладело Нами Это стресс Которая овладела Нами И второй Пункт О котором говорит Рамбам Человек Пожелавший Дом Ближнего Или его жену Или его Мещи Как только Он начал Размышлять Об этом Вот с этого Самого момента Как он начал Размышлять Об этом Как ему Приобрести Желанное Он уже Нарушил Запрет Не пожелай Да Не пожелай То есть Не домогайся И не пожелай Не совершай Преступление Убийство Мы говорили Да Кто убийца Кто злонамеренно Умертвит Ближнего своего Лукавого Тот от жертвенника Моего Бери его Насмерть Шмот Исход 21 14 Три греха Идолослужение Убийство И кровосмешение Этот запрет Также Включена Связь Замужней Женщины Является Иудаизмом Самыми Тяжкими Грехами Хорошо И говорят Что Когда ты Убиваешь Человека Да Что В этом Человеке Есть Бог Бог Он сотворил Его Можно ли Убить Бога Ну вот Ишу Его убили Правда Убили Его человеческую Сущность А не Божественную Но Все равно Здесь говорится Тот Кто во временном Вере Не опознал Ближним Образ Бога И убил Его Отверг Мир Вечный Так Говорят Говорит Мудрость Можете записать Формулировку Да Тот Кто во временном Мире Не опознал Ближним Образ Бога И убил Его Отверг Мир Вечный Видите Если исходить Из современного Иврита Бог Бог создал Человека Как? По своей Фотографии И По Своему Рисунку По картине Чем Отличается Фотография От картины? Фотография Она точно Воспроизводит Предмет Она воспроизводит Внешний вид Предмета Да Но если Художник Нарисует Тот же портрет То он В него Вложит Еще часть Своей Души Поэтому Мы Портрет Бога Не только В том Что мы Похожи На Бога Внешне Да Но и то Что Бог Вложил Самого Себя Каждый Из нас Поэтому Мы По фотографии И по Портрету Бога Ну Хорошо Субтитры